Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели информационного агентства Хакасия. Мы продолжаем представлять вашему вниманию состав нового правительства нашей республики под руководством Валентина Коновалова. И сегодня у нас в гостях человек, который всю свою жизнь, без сомнения, всю свою жизнь отдал такому замечательному, такой замечательной вещи, как физкультура и спорт. К сожалению, я не могу похвастаться своей приверженностью к физкультуре и спорту, это вы видите. Человек, с которым я сейчас начну беседу, повторяю, отдал этому большую часть своей жизни. И он прекрасно выглядит. Перед нами и у нас в гостях министр спорта республики Хакасия Владимир Кретов. Здравствуйте, Владимир Константинович. Очень рады вас видеть. Спасибо, что приехали. Действительно прекрасная спортивная форма. Скажите мне, пожалуйста, для начала, вы уже две недели как министр спорта. Что удалось сделать, что вы сделали за эти две недели? Не для спорта, а для того, чтобы понять, каким спортивным хозяйством вам удалось, вам придется управлять. Мне особо не надо было узнавать, чем я буду заниматься, потому что я живу, расту и как спортивный работник состоялся в нашей Хакасии, в нашем Абакане. Поэтому, в принципе, я знал и людей, с которыми буду работать. Ну, может быть, не всех. Знал общее направление работы, когда меня работало министерство. И видел свои цели и задачи. Там, может быть, несколько отличные от предыдущих руководителей. Но, тем не менее, я, зная себя, я знал, что я приду и не буду махать шашкой. Я всегда это говорю. То есть, если механизм работает, то не надо вмешиваться в его работу. Нужно только подкорректировать, ну, каким-то образом под свое видение, наверное. И не только под свое, потому что, ну, я привык с людьми советоваться. А механизм работает? Механизм работает. Основы этого механизма были заложены 5, 8, 10, 12 лет назад. Когда? Ну, я думаю, механизм этот работает, наверное, лет 50 уже, как минимум. Потому что просто каждый новый руководитель, который приходил, он вносил что-то новое, может быть, от чего-то избавлялся. Поэтому, ну, это жизнь, так и должно быть. Поэтому, где-то хуже, может быть, кому-то нравится, как он работает, кому-то не очень. Но это жизнь, я говорю, повторяю, поэтому ничего страшного в том, что пришел новый руководитель. После меня придет очередной. И будет то же самое, я думаю. Главное, мы все работаем на то, чтобы наш народ был здоров. Когда вам предложили эту должность, вы долго раздухали? Да мне ее не предлагали. Вот таким образом, как вот вы сейчас сказали. Когда вам предложили... Почему есть люди, которые занимаются спортом вместе со мной, так скажем, приходят, ну вот я работал последнее время, последние месяцы тренером. В спортивной школе я тренирую легкоатлетов. И туда приходят люди, которые тоже пытаются через бег там оздоровить себя. В том числе и чиновники. Ну и беседовал с ними в том числе. Ну я же понимаю, что, ну я всегда всем говорю, если взять только анкетку, то, наверное, меня можно поставить там куда угодно, на какой угодно пост. Но если брать одну составляющую, которая называется возраст, да, в глазах некоторых людей может просто перевесить все твои там былые достижения. Да, такая опасность. Вот. И поэтому мне хотелось просто прийти к тем людям, которые делают отбор анкет, ну и рассказать свое видение и, может быть, дать характеристику некоторым кандидатам, которые были засвечены, скажем, таким образом. То есть сначала вы просто попросили прийти и сыграть роль консультанта? Ну, можно и так сказать. Можно и так. После того, как вы проконсультировали кого-то из правительства Хакасии... Я не консультировал. Нельзя назвать консультанта. А характеризовали тех людей, которые хотелось бы больше нравиться. Министром спорта, те люди, которые вас пригласили, подумали и сказали, а лучше вас не найти никого. Да нет. Ну это все было не так, как вы сейчас говорите. Я так полагаю. Мне спросили, ты анкету подал? Я говорю, это нужно? Ну тебе что, лишнее, что ли? Ну подай анкету. Значит, я анкету сделал. Она лежала у меня на столе. Потом всегда говорят, послушайся женщины и поступи наоборот. Моя жена увидела эту анкету, сказала, почему она здесь лежит, а не там, где должна. Давай отвезем. Ну, пошел и отвез. Прошло какое-то время и... Да, это было в последние, там, минуты, может быть, даже. Подачи? Да, подачи на конкурс. Да. И через какое-то время меня пригласили на собеседование. Ну, на собеседование я, зная тему, там особое волнение не испытывал. То есть я рассказал, ну, то, что, там вот, спорт анзоблая программа, например, там рассказывал. Своё видение, ну, работы в этой должности, своё видение развития спорта в Хакасии. Всё, со мной побеседовали, я ушел. Потом долгая пауза была. Ну, поскольку я тренер, поэтому у меня стояли несколько другие задачи, продолжал работать тренером. Ну, и несколько неожиданно, 14-го числа пригласили в приемную, где я, если честно, ну, понимал, что, скорее всего, всё-таки за назначением, но подумал почему-то, что, возможно, ещё одно собеседование какое-то будет. Ну, вот, назначили. И вам было объявлено? Да. То есть снова пригласились в помошку руководителя, управленца, надели на себя этот хомут. Разные люди по-разному называют это назначение. Многие говорят только то, что Кретов никак не успокоится, ему лень быть на пенсии, лень быть тренером. Ему снова захотелось взвалить на себя непосильную, а может быть и посильную ношу. Ну, наверное, посильную всё-таки. Хорошо. Потому что если бы непосильную, я бы... Хорошо. Спортивное хозяйство Хакасии. Никому не хочу обижать. По сравнению с другими соседними субъектами, с Красноярским краем, с Иркутской областью, с Новосибирской областью, спортивное хозяйство Хакасии, на мой взгляд, довольно маленькое. Несколько десятков футбольных полей. Несколько стадионов, урожай, локомотив, торпеда, спорткомплекс «Саяны» и так далее. В маленьких городах по-разному. Плавательные бассейны, беговые дорожки, школы по настольному треннису, борьбе и так далее. Всё это довольно компактно. Не требует больших денег, говорили мне разные люди. И, в общем, управляется это довольно легко. Что вы можете таким людям сказать? Ну, я думаю, что они просто не окунались в нашу тему. А это чисто поверхностный взгляд. Да, если взять вот таким образом. Ну, что такое Хакасия? 500 тысяч населения. Пол Красноярска. Значит, ну, когда смотришь плоды работы и той бригады, которая до меня работала, и те, кто раньше был. Мы же видим, например, ну, вот я всегда сравню, например, с Тувой. Я говорю, вот Тува небольшая, республика, я не знаю, какой-то у них бюджет, но у них каждый олимпийский цикл бывает олимпиец. В Хакасии 2004 год, последний раз, когда наш парафонец Дима Мурмакин попал на Олимпиаду в Афины. И после этого, сколько бы мы ни старались, ну, не получается. Почему? Вот я и решил, а почему? И думаю, что вот здесь как раз проблема в том, что вот те небольшие даже деньги, особенно в масштабах вот тех территорий, которые вы назвали, там, Красноярский край, Новосибирская область, вот, они размазаны на слишком много видов спорта. А вы хотите концентрировать в Хакасии некоторое количество получаемых от властей денег на определенные виды спорта? Да, именно вот с этой темой, как бы я и пришел. Что это спорт, который будет... А тут особых... Выбирать не спорта? Да, и не должно быть. У нас с Министерством спорта России определенные так называемые базовые виды спорта. Для Хакасии это три вида борьбы. Вольная, греко-римская, женская. Это настольный теннис. Это легкая атлетика. И первый год у нас дзюдо. Тоже в основном число базовых. Те так называемые федеральные спортивные стандарты, которые вступили в действие уже как закон с 1 января этого года, требуют обеспечения базовых видов спорта прежде всего, ну, так сказать, в полном объеме. Велогонки, бокс, восточное единоборство, я могу назвать еще очень много, ралли, мотогонки и так далее, и так далее. Получается, что эти виды спорта в Хакасии будут немного отодвинуты на задний план, когда вы пришли к руководству? Ну, что такое задний план? Иногда артист заднего планя получает... Нет, генеральное направление я понял. Но есть еще виды спорта, которые являются традиционными у нас в Хакасии. Это, наверное, из тех видов спорта, ну, что такое хоккей с мячом. Как можно отодвинуть эту команду, которую я называю... Ну, скажем, вот у нас есть артисты в нашем театре. Они свои спектакли показывают, народ на них ходит. Хоккей с мячом команда, ну, те же артисты, только в спорте, в определенном виде спорта, на которые приходит пока мало народу, поскольку они... Да, у меня другая точка зрения, но это моя проблема. Да, это ваша проблема. У нас есть виды спорта традиционные, которые здесь, тот же бокс. Значит, вот вы назвали сейчас, например, кикбоксинг, да, или карате. Условно, восточное единоборство, но они слишком многочисленные, чтобы их все перечислить. Поэтому я знаю, что у нас наиболее развит кикбоксинг, ну, карате, наверное, можно сказать, национальные виды спорта, есть какие-то, волейбол тот же, футбол, то есть определенный уровень будет. Я всегда привожу в пример Краснодарский край. Вот календарь Краснодарского края спортивно-массовых мероприятий. У них видов спорта базовых, конечно, намного больше, чем у нас. И, ну, просто так, интересуясь календарем, я увидел у них, например, те базовые виды спорта, у которых календарь, скажем, базового вида спорта, это, там, от перенства Краснодарского края, скажем, до чемпионата мира. И есть еще очень много видов спорта, которые ограничиваются чемпионатом или перенства Краснодарского края. У нас тоже есть такие виды спорта, которые заканчивают, так сказать, верхушкой вот здесь, а дальше, ребята, доказывайте свою целесообразность, свою значимость, свои достижения. Каким образом это будет сделано, но это уже, наверное, все-таки немножко ваши проблемы, потому что наших денег не хватит, вот, можно шагать широко, но штаны порвать можно эти. Бюджет Республики Хакасия утвержден до вашего назначения. Вам известна цифра, цифра рублей, которые будут отпускаться на содержание и развитие спорта в Хакасии. Я не знаю этой цифры. Это действительно очень мало? Ну, очень мало нельзя сказать. А как можно сказать? Ну, удовлетворительно. А когда кто скажет, что его ведомство хватает денег? Я могу сказать, если бы не дали в два, в три раза больше, мы бы их освоили. Удовлетворительно. Хорошо. То есть сегодня, что дали, то и будет. И я не скажу, что это будет хуже, чем было. То есть это не меньше. Пять-шесть лет назад я разговаривал, будучи участником телевизионной передачи на местном телевидении, с Валерия Денщиковым, тогда министром спорта. Он сказал мне такие слова. Я пришел в это кресло, чтобы у Хакасии все-таки появились олимпийские чемпионы. Теперь передо мной сидит новый министр, Владимир Кретов. Вы пришли в свое кресло, чтобы у Хакасии снова появились олимпийские чемпионы или за чем-то другим? Ну, олимпийские чемпионы это очень значимо. У нас шесть олимпийцев из Хакасии, которые принимали участие. И то, я могу сказать, что это те спортсмены, которые начинали в Хакасии. Тот же Иван Ярыгин, двукратный олимпийский чемпион. Иван Ярыгин, Сергей Карамчаков, Любовь Волосова, если я не ошибаюсь. Не знаю такое. Может быть, и может быть я ошибся. Тем не менее, все эти люди доходили до определенного уровня в Хакасии и уезжали отсюда. И только один, который уехал отсюда именно на Олимпийские игры, это легкоатлет, я называл Бурмакин, который в 2004 году напрямую уехал отсюда. И в 2000 году Леня Чучунов, который уезжал из Хакасии, как вы все считали, но, к сожалению, весной у него был подписан договор с Новосибирской областью, то есть он представлял Новосибирскую область в то время, из-за того, что в то время было намного меньше средств. Я был на интервью, когда он собирал пресс-конференцию здесь, у нас в Бакане, по этому поводу и объяснял позицию свою, почему. И поэтому именно Олимпийский чемпион это слишком высокая, но это высочайшая награда в спорте. То есть министр Кренов так далеко не глядит? Я думаю, если у нас будет Олимпиец, который примет участие в Олимпийских играх, то есть это будет уже достижение для Хакасии. А если он еще и завоюет какую-то медаль, ну это будет, я считаю, супер просто. Понимаю. Потому что, повторяю, у нас 500 тысяч населения. Вот выбор наш. Сравните с рядом. Как Министерство спорта в таком случае что оно будет делать для того, чтобы молодежь Хакасии, юниоры Хакасии, пройдя здесь определенную подготовку, не уезжали по приглашению в другие серьезные школы с другими стипендиями, с другими условиями? Что для этого нужно делать? Нужно наладить взаимодействие прежде всего с нашими высшими учебными заведениями, о которых говорил в свое время Валерий Денчиков. Но, к сожалению, не до конца удалось это. У нас есть училище Олимпийского резерва, в которое те лучшие из наших, то есть, по крайней мере, и сейчас, и мы пытаемся, и все тренеры, они пытаются детей, которые у них занимаются, и заканчивают, скажем, школу там, или еще, оставлять здесь, в городе. Потому что, ну, мы понимаем, что и тренеру важно до конца дойти со своим учеником, ну, и спортсмену, если он это понимает и верит в свое тренера, лучше все-таки остаться здесь. У нас немножко неналажены взаимоотношения с нашими учебными заведениями, высшими. Вот, я могу, просто сказать, даже на примере своей ученицы, заканчивая университет, значит, была приглашена, у нас не было магистратуры, о магистратуре даже не шла речь, потому что это нужно было здесь, ну, довольно сложно поступить в магистратуру нашего Хакасского госуниверситета. А Дальневосточный федеральный университет, увидев мою девочку на соревновании, сказал, мы готовы ее принять, и они ее приняли, она у меня закончила магистратуру и два года выступала за Дальневосточный федеральный университет на чемпионатах студенческих, представляя вуз Дальнего Востока, проживая в Абакане, ну, девочка сильная, поэтому была нужна. Тяжелое финансовое фронтоположение существует в республике. Министерство спорта в связи с этим ставит в этом случае перед собой цель просто по поддержанию работоспособности и деятельности спортивных объектов в республике или все-таки по их развитию. Все понимаю, мало денег, но что будет дальше с аянами, с футбольными полями, со спортивными комплексами и так далее по всему региону? Просто поддерживать это неинтересно. Хочется развиваться. Как вы будете развиваться? Ну, очень, ну как? Почти без денег. Ну, так нельзя сказать, почти без денег. Да, конечно, нет, есть федеральные средства, которые к нам поступают по различным программам, есть футбольные поля, которые выделяются нам. В этом году у нас выделено два футбольных поля, 40 миллионов, по-моему, и там другая цифра, не помню. Одно поле с беговыми дорожками, в том числе, поля эти будут распределяться по конкурсу, так сказать, те, кто успеет подготовить вовремя необходимые документы, плюс вложение собственных средств, там небольших. У нас заканчивается строительство не арены, а крыши, так скажем, тента над хоккейным кортом, вот, в районе ипподрома. Выделены на этот год средства, будут выделены федеральные средства, это для города Абаканы, может быть, очень редко такое случалось в этом году впервые, это на завершение строительства этого плавательного бассейна, по-моему, по Ленинскому, по Лермонтовской, Торосово, и, по-моему, какой-то спортзал, сейчас точно не помню, поскольку я говорю, вы еще входите вхожу в тему. В ознакомление в ситуацию со всеми этими делами. Хорошо. В республике Хакасия население активно занимается спортом. Есть другая точка зрения, в республике Хакасия люди полнеют, жреют, не занимаются спортом, и, в общем, все хуже и хуже ситуация. Мнение по этому поводу спортивного специалиста высочайшего класса? Ну, я могу сказать, представляете, люди платят деньги за то, чтобы их учили бегать. Взрослые люди. Вот для меня, например, немножко даже непонятно. То есть, выходи вроде бы и беги. Ну, что проще? Вот. А система так называемых гранд-клабов, которая уже несколько лет существует в стране, докатилась и до Хакасии. Впервые, по-моему, даже недавно прошел первый выпуск такого клуба, где люди платят деньги за то, чтобы бегать. То есть, ну, это уже говорит, наверное, о том, что у них какой-то сдвиг в черепной коробке произошел. То есть, население Хакасии, на ваш взгляд, в большинстве своем оздоравливается? В большинстве нет. У меня цифры-то есть какие, там, скажем, плановые и то, что сейчас, скажем, то взрослое население, к которому я себя отношу, там 6 небольших процентов всего лишь занимается физической культурой, а задача стоит подтянуть до 36, скажем, процентов, там, к 2024 году. Молодое поколение, молодежь, у них 80 процентов занимающихся, нужно сделать, там, скажем, до 90 процентов дотянуть. Средний, ну, средний возраст, там я сейчас могу ошибаться в процентах, ну, скажем, где-то в районе 40 или 40 с чем-то процентов, но нужно тоже подтянуть, как бы, все это к 2024 году планируется, чтобы общий уровень занимающихся, и в стране, и в том числе в Хакасии был равен 55 процентам. То есть, те 80, которые когда-то при советской власти говорили, хотя я знаю, как они рисовались, эти цифры в том числе, значит, сегодня, ну, это, я думаю, 55 процентов, это реально. Это реально, потому что у нас еще не берется статистику, стат-отчеты, даже те, вот эти частные клубы, фитнес, скажем там, кроссфит, еще вот эти виды деятельности, они просто не учитываются, поскольку частными считаются. Думаю, что когда-то все-таки их ведут систему стат-отчета, это тоже поднимет планку, потому что вот таким образом хорошо. Поняв за две недели, а может быть, за более короткий срок, трудности, проблемы, продолжая входить в эту ситуацию, вы еще не пожалели о своем решении? статистику, все-таки нет. Нет? что я, мне интересно, ну, из зоны комфорта, конечно, я вышел, из той тренерской, когда я мог дольше спать, вечером мог смотреть спокойно, то, что нужно, когда приходил к 10-11 на тренировку, потом к 4-м, то есть мне было комфортно, конечно, но здесь мне интересно. Я понял. У нас в гостях был министр спорта Ахакасии Владимир Кретов. Мы благодарим его за встречу и за интересный разговор. Я думаю, что мы будем встречаться еще не один раз.